И расценивается как слив склада. Бум! Это охрененно! Шикарный ответ! Всё, админы не нужны больше. У меня ещё более охрененная идея. У меня ещё более гениальная идея, парни. Всем привет! И как вы знаете, и как, я думаю, многие со мной согласятся, неросети сейчас вызывают просто огромный интерес и ажиотаж у всех людей во всех нишах. И я тоже не стал исключением и решил попробовать связать и реализовать все эти новые технологии в своей сфере в игре GTA 5P. Ему можно скормить функционал банды, например, весь этот функционал ему скормить и попросить на фоне этого функционала написать... В общем, видос для меня лично получился очень интересным, поэтому меньше слов. Возвращаемся к началу, к моменту, когда я только-только решил попробовать связать всё это со своей игрой. Все ведь, наверное, знают вот эту вот новомодную тему. Ну, как сказать, новомодная, наверное, звучит не очень. Вот эта тема с нейросетями, чат GPT и т.д. и т.п. Я сейчас хочу попробовать сыграть в Казик через эту нейронку, да, соответственно. Я уже там сейчас зарегался. Я хочу сейчас записать всю вот эту статистику с Казика. А после этого попросить этот чат GPT составить какую-то закономерность и, возможно, он что-то скажет куда-то поставить. Я не знаю, как это будет. Это всё максимально вообще в теории на бумаге. Просто интересно попробовать и как-то эту тему связать именно с GTA 5P. Как выйдет это именно, я не знаю. Поэтому давайте покупаем фишек на полтора миллиона, я думаю, хватит, 15 кафишек. Да, изначально я планировал использовать всё это для того, чтобы скормить нейронки порядок упавших чисел в казино. И на основе этой закономерности и теории вероятности попросить предугадать следующие числа. И, соответственно, на них поставить. Это, конечно, мы сегодня попробуем сделать, но в тот момент риторика моя поменялась, так как в тот момент после я придумал ещё более интересный способ, как эту нейросеть можно реализовать. Пока записываем это всё. У меня есть пару идей, реально хороших идей. И эти идеи, они очень будут полезны, как минимум, например, администрации. Смотрите, что я придумал. Как вам такая идея? Во-первых, что если этой нейронки скормить правила сервера? Ну, допустим, начало общее по порядку, да, ФЗ, ВЗХ. Ну, короче, сделать карманного администратора, который будет на основе всех правил сервера отвечать сразу тебе на твой вопрос. Конечно, я не буду вставлять весь процесс моего, так скажем, обучения и знакомства с этим чатом GPT, эксперименты с первыми запросами и так далее. Перейдём сразу же к первому успеху, к моменту, когда мы смогли научить эту нейронку быть админом и знать всё о правилах, хоть и самых коротких, о правилах склада и казны. Мы скормили в этом чате, просто запомни данные правила склада казны мафии в игре GTA 5RP. По идее, всё. И давайте какой-то вопрос ему зададим. Можно ли увольнять людей за деньги? Нет, согласно правилам запрещено увольнять людей из фракции за деньги. Правило 1.8. Запрещено распределение более полутора миллионов в неделю на выплату зарплат премии всему составу. Сколько можно платить премии? Я лидер итальянской мафии, пишу в репорт админу вопрос, сколько можно платить премии составу. Ясен пень, никакой админ, наизусть правила эти не знают. Там полтора миллиона в неделю, но не более 70 кап на руки. И он сразу ответил, также запрещено распределять более 70 тысяч в неделю на одного человека. Давайте какой-то вопрос хитрый дадим ему. Вот смотрите, лидер не получает выплат с банка фракции. Давайте так, я лидер, могу ли я взять себе деньги с банка? Согласно примечанию к правилу 1.6, лидер фракции не получает выплат с банка фракции. За исключением, там исключение случаев, когда на это дано одобрение куратора или главного следящего. Он даже аббревиатуру. Таким образом, если у вас есть одобрение куратора или главного следящего, то можете взять себе премию с банка. Ну офигенно же, ну это вот это офигенно. Окей, давайте последний самый тяжелый вопрос. Я его задам просто как последний дебил на сервере. Просто вот я школьник, который не умеет писать с ошибками и так далее. Запрещена продажа со склада, расценивается как слив склада. Что будет, если я продам оружие, которое взял со склада? Даже знак вопроса в конце не поставил. Если вы продите оружие, которое было взято со склада вашей фракции, то это будет расцениваться как нарушение правила 1.1, которое запрещает продажу со склада и расценивается как слив склада. Бум! Это охрененно! Шикарный ответ! Все, админы не нужны больше. На самом деле, админы, конечно же, еще нужны, так как никакая нейронка еще не может помогать игрокам внутри сервера с различными, хоть и редкими багами, там, обзвонами, кураторством на лидерке и так далее. Но основная эта идея заключается в том, то есть это идея того, как можно упростить жизнь админом. Никакой админ не знает досконально всех правил сервера, никакой. Вот такие подробности, то, что раздавать премиями можно полтора миллиона в неделю, но не больше 70к на руки одному человеку, лидер не может получать, а еще миллион тонн на правил. А нейронка знает это все. И любой вопрос, который поступает в репорт, можно пропустить через нейронку. И далее, если этот ответ нормальный, а он, как мы видим, нормальный, хороший, полноценный ответ, грамотно составленный, отправляешь игроку в репорт. То есть это можно очень сильно упростить жизнь админов. И это еще не все. Тут я еще не купил платную версию этой нейронки. Тут еще не вышла обновленная четвертая версия, так скажем, прошивки этого чата GPT. И тут я еще не реализовал следующие идеи, которые у меня постоянно появлялись. У меня еще более охрененная идея. У меня еще более гениальная идея, парни. Что я делаю сейчас? Рокфорд. Потом я иду в госорганизации. Я иду в гавермент. Я иду в законодательство. И я могу скормить этому боту всю законодалку и стать профессиональным адвокатом на сервере. Мне даже учить ничего не надо. В общем, вся эта тема меня очень сильно заинтересовала. И я даже, как вы поняли, захотел взять платную версию всего этого. И спасибо большое моему другу Жене, который как раз таки мне с этим помог. Ой, чат GPT+. Наконец-то. О, теперь у меня доступен чат GPT-4. Дальше я сравню, как работает эта новая версия по сравнению со старой. Реализую ее еще кое-как в GTA 5RP. Для вас это будет вот так щелчок и самое интересное видео. А для меня же были большие паузы, в которых помимо этой нейронки, учитывая мой появившийся интерес, я начал изучать еще и другие. Я недавно задумался. Я сейчас активно изучаю различные нейронки. Мне прям нравится. Но это мое. Я люблю всякие там компьютерные темы, тематики и т.д. и т.п. Вот поставил себе нейронку, там примерно 25 гигабайт на комп. И подумал, вот все это оформление, которое я заказывал себе, аватарка, да, рисованная, гангстер-хомяк, пусти, да, мой канал, тут всякие картинки. И я просто сегодня изучаю одну тему, связанную с этой нейронкой. Я прописываю хамстер, далее гангстер. Мой, получается, персонаж. Ган, оружие. Что еще можно написать? Босс, очки, глазес. Генерируем. О, щит! И все, новая аватарка. Ребят, ну как вам такая? Вот смотрите. Тут я записываю то, что мне нужно. Сюда я запишу то, что я хочу исключить. То есть я хочу исключить мультики. Ну вот, уже. Нужно оружие теперь добавить. Отлично, это есть. Давайте выделим еще оружие. Вот оно, ну посмотрите. И выкладывай сразу. А? Охрененно? Мускулс добавь. Ладно, давай добавим. Раз Гайдес говорит добавить мускулс. По заветам Гайдеса, ребят. Что-то он не представляет хомяка с мускулами. Нужно ему воображение побольше включить на шестерик. Так, стоп, я проверен. Гайдес это хотел? Нет, ну по-моему, по-моему то, что надо, нет? Ля, ну Гайдес крепкий мужчина, конечно. Ну вот это он загадывает. Это не я хотел. Я не хотел этого видеть. Так, ну что мы тут видим? Так, хомяк есть. Фишки казино тоже имеются. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Окей, нужно казино, видимо, больше выделить. Ну, ну это я, блядь. Э, она охренная. Ну это же я, блядь, в казике, ребят. Ну посмотрите. 17-20-22. Слушай, я будто в зеркало смотрю, если вот так вот сесть. И на самом деле то, что я сейчас показал, это прям первый уровень того, что можно создавать и делать с помощью этой нейронки Stable Diffusion. Конечно, есть более популярные аналоги, всякие там Миджорни в Дискорде. Но там все происходит через интернет, дольше, с ограничениями. Плюс все, что ты создаешь, видят другие, постятся на сайте. Ты этим не владеешь, авторские права и так далее. Тут же все делается на твоем компе, через видеокарту, в оффлайн режиме. Плюс есть множество других функций. Кому интересно, просто загуглите. Я сам, конечно же, в этом всем пока что не разобрался. Понимаю только самые азы. Короче, я, конечно, могу показать еще много контента с этой штукой. Я долго с ней игрался. Хомяк, одетый в Стон Айланд. Но лучше вернемся к тому, что я обещал показать выше. К другим способам реализации этих нейронных сетей в нашей игре GTA Peter Pan. Вот, я приобрел себе чат GPT Plus версию. Это сегодня еще вышла четвертая, самая, так скажем, умная версия этой нейронки. Смотрите, у меня следующая идея, как можно эту нейронку реализовать. Для начала, давайте попробуем, как и вчера, попробовать научить ее делать работу администратора. В тот раз у меня получилось научить ее быть админом, только по маленьким коротким правилам. Такие, как казна и склад. Сейчас же я питал дикие надежды, что получится вставить в диалог более сложные правила несколькими сообщениями. И это будет прям полноценный, так скажем, карманный админ. У которого всегда можно будет спросить абсолютно все, и который никогда не ошибается. Всегда будет онлайн и всегда ответит. Я чуть посмотрел, как нужно с этой штукой обращаться. Привет, давай отыграем роли. Ты администратор сервера GTA Peter P. Я простой игрок, который спрашивает тебя о правилах. Твоя задача отвечать максимально коротко и правильно, ссылаясь на пункты правил. Да, если это заработает четвертая версия, она будет просто идеальная. Просто можно всех админов, так скажем, облегчить работу максимально. Давайте спросим для начала простой вопросик. Какое максимальное количество участников в безваре? Я простой игрок и спрашивает этот вопрос в репорт. Максимальное количество участников на безваре составляет 18. Однако, если безвар проводится на евро... Короче, он правильно отвечает, да. А он будет ссылаться на пункт правил? Да. Смотрите, пункт идеально. Он ответил коротко. Давайте сложный вопрос. Запрещено использовать походки во время безвара. Примечание. Разрешено использовать только походку обычную. Какую походку можно использовать на безваре? На безваре разрешено использовать только походку обычную. Смотрите, пункт правил 1.27. Это шикарно. Вот, допустим, если бы я был админ, да? Я бы через эту нейронку просто создал несколько чатов. Правила без вара, правила там того-то, того-то. Вот тут разные правила слева, да, видите? И, допустим, чел меня спрашивает вопрос. Например, даже сложный. Какой-нибудь даже тупой вопрос. Ну, давай какой-нибудь с ошибками. Какое время можно проводить без вар? То есть, я админ. Я взял этот вопрос, скинул этой нейронке этот вопрос и получил ответ. Без вар можно проводить строго с часу до 23.00. Запрещено забирать войну за бизнес во время ВЗХ. Смотрите пункт правил 1.14. Все, он ответил. Я скопировал, вставил. Так это можно просто в репорт вставлять и все. Да, да, да. Если бы я был админом, я бы вот так вот себе упростил всю эту жизнь. Ладно, зафиналим и зададим супер хитро вы***ный вопрос. Максимально тяжелый. Про видеозапись. После без вара мне надо хранить какое-то видео. Просто слышал, что будто надо. Посмотрим, что ответит нейронка на это. Ну вот он отвечает. Да, после без вара участники обязаны иметь видеозапись действия на без варе со звуком микрофона игры. Дискорд и худом игры. Запись необходима хранить 72 часа и предоставить администратору по запросу в течение 20 часов. Смотри пункт правил и даже ссылку на этот пункт правил. Да, работа админов. Ну типа нужно просто я вот так вот скопирую, вставлю в репорт и все. Я сделал максимально грамотный ответ. Без ошибок, максимально четко. И это именно касаемо правил полезно не только админам, но, как вы поняли, и другим игрокам. Я бы даже сказал всем. Повторюсь, карманный админ, который все знает и всегда онлайн. В особенности, кстати, это полезно будет как лидерам, так и будущим кандидатам на лидерку. Я специалист по без варам. Даже мне, как лидеру, да, буду я на мафии. Мне даже правила учить не нужно. Я приду на обзвон лидерки. Сюда выпишу все правила чаты и меня спросят на обзвоне. Когда можно проводить без вары? Я задам вопрос и просто прочитаю. Без вар можно проводить строго с часа до 23.00. Также запрещено забивать войну за бизнес с 6 до 7.40. Это пункт правил 1.14. Да и даже на самом лидерском сроке это мне будет полезно, чтобы правила не нарушать. И так можно со всеми правилами. Со всеми абсолютно правилами. Также я уже сегодня проверил, даже отдельные чаты под каждые правила создавать не нужно. Просто скидываешь все подряд, правила всех мероприятий в одном чате. Только правильно делая разделение на название. И он все прекрасно понимает. Ты — разработчик сервера GTA 5 RP на платформе RedGMP. Напиши мне 20 идей для обновления сервера. Напиши 20 идей для обновления сервера. Тема «банда». Возможность создания временных альянса между бандами для выполнения общих целей. Вот это прикольно. Возможность создания временных альянсов между бандами для выполнения общих целей. В основном, конечно, если просить придумать какие-то идеи касаемо, например, обновлений, нейронка будет называть стандартные вещи, наподобие добавьте копты, иерархию, крафт нелегалы и так далее. Так она не волшебник, не знает, что уже есть на сервере. Но все равно найти, я уверен, какое-то вдохновение и идеи для обновления можно. Тем более, с мозгами разработчика, и если ты сделаешь перед этим еще кое-что. GTA 5 Wiki же есть. Кто не знал, у GTA 5 RP есть сайт GTA 5 RP Wiki. Ему можно скормить функционал банды, например, весь этот функционал ему скормить и попросить на фоне этого функционала написать обновления. Игровые системы, взаимодействие с машинами, аукцион, почта, зал славы, федеральная киностудия, цирка гос, край, ну давайте край. Вот он весь функционал. Слушай, а если вот так вот, а если вот такая идея, что если ему скормить? Мы его сейчас научим команде Mi, мы его научим команде Du, мы ему скормим команду Try. Ну и давайте еще красивую команду TuDu научим его. Это красивая команда, ее редко то используют, но она очень классная. По идее все. Для RP достаточно команды Mi, Du, Try и TuDu. Термонологию можно ему скормить, но это если он администратор будет. И сейчас мы попросим его придумать RP ситуацию какую-нибудь. Представим то, что мы в ЕМС, к нам пришел Челбас, ну точнее привезли подэшники Челбаса, говорят, у него с сердцем проблемы, нужно провести операцию. Напиши RP ситуацию, используя данные команды. Тема операция на сердце. Количество отыгробок 20. В операционной находится пациент, подключенный к аппаратуре, готовый к операции на сердце. Но вот эту команду уже можно копировать и вставлять. Mi стерилизует руки и надевает стерильные перчатки. TuDu, начнем операцию. Подайте, пожалуйста. Тут нужен ведь этот, тут нужен этот знак. Вот тут он ошибся. А, нет! Он все правильно сделал. Начало это реплика и через звездочку это действие. Это будет очень красиво. Обращаясь к медсестре. Mi берет скальпель и начинает делать разрез на грудной клетке пациента. Аккуратно расширяет разрез и приступают к отделению грудной клетки. Отыгрывает RP лучше, чем 95% игроков. Охренеть. Все, у меня есть теперь чат с отыгровками. Я любую. Блин, я теперь могу быть кем угодно. ПДшником, ФИБом, хоть, блин, губернатором. То есть, на самом деле, если заморочиться, да? Если бы я был там администратором, я бы себе сделал, во-первых, правила. Во-вторых, я бы скормил этой нейронке 100% терминологию. Всю. Касаемо GTA 5RP, вот основы роллплей. Чтобы он знал, что такое VAR, что такое DB. Чтобы он разговаривал как администратор. Знал аббревиатуры и т.д. и т.п. Далее, я бы ему на самом деле скормил полностью. Я бы прям заморочился и сутки посидел и скормил ему всю информацию GTA 5RP в Вики. То есть, функционал, нападение ФЗ, ВЗХ и так далее. Потом бы скормил все правила, чтобы, короче, эта нейронка знала все о GTA 5RP. И чтобы любой вопрос, который нужен был, напиши РП ситуацию на это. Какое правило нарушает это, это, это. Можно же еще скормить реально все законы в штате. Административку, уголовку и т.д. Туда еще можно засунуть таблицу Гайдеса. Всю информацию, которая есть у него в Дискорде. И спрашивать, сколько места в багажнике у такой-то, такой-то. Короче, всю информацию можно засунуть в эту нейронку. Абсолютно. Ну и также, возвращаясь прям к тому, откуда мы начали, казино, закономерностям и так далее. Я пытался получить какой-то ответ от нейронки об этом. Но то, что из этого вышло, смотрите сами. На основе предоставленной последовательности закономерность в ней не прослеживается. И каждое число кажется случайным. В этом случае нет возможности определить следующее число на основе данной закономерности. Но на самом деле реально это глупо ему писать это все. Очевидно, тут полный рандом. Очевидно, все казино это полный рандом. А мы просим очень умную нейросеть убедить ее в том, что это не рандом. Поэтому как-то так, пишите в комментарии, что думаете по поводу всех этих нейронок. Также обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Я уверен, это все я буду использовать еще не раз в игре. Ну и те, кто хочет начать играть вместе со мной, переходите в описании на мой двухминутный видос, где я рассказываю, как именно правильно начать играть на GTA 5. Спасибо за просмотр. Заранее спасибо за поддержку видоса. Удачи!